Друзья мои, ну где вы еще найдете канал с настолько актуальным контентом, как у нас? Нигде, просто нигде! Через пару дней католическая Пасха, и у нас видосик про Пасху! Обязательно проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Если нет, то скорее подписывайтесь, ведь вам же это ничего не стоит, правда? А если подписаны, то обязательно отправьте ссылку на наш канал своим знакомым, которые также учат польский. Великамо! Зачинаме! Великамо! 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 А для некоторых то есть важно традиция религийна. Поэтому пасхальные традиции могут и будут сильно отличаться. Во-первых, в зависимости от региона, в котором вы живете. А во-вторых, в зависимости от смысла, который вы вкладываете в этот праздник. Я вам сегодня расскажу про самые универсальные польские традиции. А если у вас какие-то традиции отличаются, обязательно делитесь этим в комментариях. Мне очень будет интересно почитать и узнать, как празднуете Пасху. В Великанус то Свято Рухоме. Это означает, что Пасху мы каждый год празднуем весной, воскресенье, но всегда в разную дату. В 2019 году обходим Великанус 21-го Квепня. А на традиции Великанус начинаются, так на правде, уже в Чесне. Но на самом деле, пасхальные традиции начинаются еще раньше. Прод Великанусом католицы имеют Великанус, который третит около 40 дней. И начинается от Сроды Попельцовой. Попел по-польски означает пепель, то есть пепельная света. После того, как в Бразилии отгримели карнавалы, а каждый поляк съел двустый четверток пончка, поляки должны соблюдать посты аж до Пасхи. Тычень пред Великанусом, упомянутняющий ostatние дни из мертвых встания Иезуса Христуса, есть знаный в Polsce под назвом Велкий Тыдень. По-русски это называется Страстная неделя или Великая неделя. Каково учили? Велкий Тыдень распочинается в раз с Неделой Пальмовым. То есть Великая неделя начинается с Вербного Воскресения. Неделя Пальмова символизует въезд Иезуса до Иерусалимы, подчас которого мешкальцы этого места витали Христуса пальмами. В Польске, как и на Белоруссии, Украине и в России, пальмы не росли, но въезд уживащи голонзек вежговых. То есть используются вербные веточки. Голонски, то есть веточки, не самое простое слово, но в контексте Пасхи нам придется его с вами запомнить. Ну а дальше пойдет как по маслу, я вам обещаю. Тего дня Полаццы заношен до костелу палемка. Власне так выглядит палемка и она ест символом отрадзаянсегося жития. Палемка ета вербная веточка, как вы видите, ну а название осталось все от тех же пальм. По повроче с костелу удержася легко каждого з родзины, мујонс не я бие, пальма бие, вежба бие, не забие. Каждого. Ну только не сильно, не увлекайтесь. Пасхи нам зона палемка застави в дому на целый рог, жабы хронич ротчина и дом пршедзуем и нешчэнстим. В Польше даже проводятся конкурсы на самую огромную и красивую палемку. Вы только посмотрите. Идемы далай. В Велкий Чвартек зачына се три дуум пасхалне. Лачинске слово три дуум означа докладне три дни. И это самые важны три дня в католическом календаре. Те дни верни с целого свята модлан се и пршегатувуван се на смерч Йзуса Христуса. А настэнпне суд за мартвых стане пањскега. В Велкий Чвартек упамятны се остатню вечерже Йзуса ораз Йего учниў. То есть Великий Четверг вспоминаю тайну вечерю, которая по-польски называецца остатня вечеря. Во время службы в некоторых костелах проходит обряд омывания ног. Так как Иисус во время тайной вечери омывал ноги своим ученикам-апостолам. Знак смирения, которым должны отличаться апостолы. И вот вам интересный факт. Папа Римский каждый год Великий Четверг омывает ноги нищим и заключенным. Знак смирения, чем Иисус. Знак смирения, чем Иисус. Велкий Пиатек – День смерти Христуса. В Кощеле верни этого дня подходят и целуют крест, Отдаясь в этот способ честь к Крыжове, на котором умрал Езус Поклоняясь таким образом Кресту, на котором умер Христос В тем дню неуживащие инструменты музычные Нема также песни, бо есть час чиши В Велкий Пьонтек ма меся Дрога Крыжова То есть в Великую Пятницу происходит крестный ход Есть то символичное повторение Дроги Езуса на смерть То есть символическое повторение пути Езуса на смерть на Голгофе Велкая Собота есть днем оценивания на прийти Езуса Тего дня приготовлюсь щенцонке, або косык великанокный Соботой вечером отбывася мша и люди щенцон в щенцонке Косык зазвычай musi быть в пенькне оздобенном То есть пасхальная карзинка должна быть красиво украшена В польской традиции в корзинке обязательно должны быть Баранек, яко символ Христуса Менцо и вендлины, то знак же кончащий пост И яйка, символ народзения Хшан, хрен и незапомнимы о бабце То есть не забудем о пасхальной пудочке С яйцами связана еще одна интересная традиция Потому что перед тем, как их осветить, их нужно обязательно украсить Яйка делимы на крошанки и писанки Яйка малованы на один колор, наичэнщий червоны, то крошанки Сось такьего, то сон писанки И вы только посмотрите, какие чудеса можно с ними вытворять И в решете есть Великанок Святого Змотра Встания Езуса Христуса Тен день начинется резурекция Резурекция То właśnie Великанок на поранном сша в костюле Целем наборжества И обвешение доброй новины О Змотра Встании Езуса Христуса Католицы этого дня Витают себя, говорят, три разы Христос Змотра Встал Христос Змотра Встал Христос Змотра Встал И отвечают ПРАВДЗИВИ Змотра Встал ПРАВДЗИВИ Змотра Встал ПРАВДЗИВИ Змотра Встал Самый важный прием пищи на Падху это, конечно же, завтрак, во время которого едят то, что посвятили в Великую Субботу. Посилок распочинается от молитвы и делается посвященным яйцем. Обувинсковым элементом на полском столе великолепном есть тоже журек. Журек традиционно подаван с яйцем и киобасом. А за сладкости коллаке, мазурки и бабки. Но в воскресенье, друзья мои, традиции не заканчиваются, потому что в понедельник мы празднуем второй день Пасхи. И в Польше он называется Шмигус Дынгус, альбо Ланы Понеджаве. И тут-то начинается самое веселье, потому что традиция полега на взаимном обливаниюся водом. Вот так вот. Ира, только давай, я не буду сейчас обливаться водой. Просто вставим из предыдущего выпуска, как Сережа, пожалуйста. И это до сих пор живая традиция в Польше. Особенно любимая детьми, ну и прикольцами всякими. Эта традиция уже в меньшей степени связана с Библией, поэтому если вам интересно, почитайте об этом в интернете. Подсумуемо все. Все традиции великанокные начинаются от тлустого четвертка, когда полцы едут пончки. Велкий пост начинается в Сроде Попелцовом. Далее мы можем недзелено пальмовой, от которой начинается в Велкий Теджик. В Велком Теджике на важнейшие дни то Велкий Чвортек, Велкий Пиотек и Велка Собота. Чвортек является знаменимым традицией омывания ног. В Велкий Пиотек в Кощеле не мши и отбывается Дрога Крижова, а в Соботе мы идем до Кощела, чтобы пощать косык великанокный. Ну и великанок, пожалуйста, делимы себя яйким и сподзаем этот час в гроне родины. А в следующем дне можно немного побавить и пообливать себя водой, потому что есть смигус дынгус. Которые, это было для меня сегодня. Всем католикам желаю веселого аллелуя и мокрого дынгуса, а не католикам милого уикенда. Па-па! Подписывайтесь на наш канал! Да! Подписывайтесь! Подписывайтесь! Подписывайтесь!